Дети участвуют в конкурсах красоты или шоу талантов? Шоу в различных конкурсах красоты или в конкурсах талантов каких-то, или в спортивных состязаниях, или в музыкальных конкурсах, высокая культура, высокое искусство. Все это участвуют дети все-таки потому, что их родители туда направили. Родители отвечают за своих детей, и родители вкладываются в них, тратят время, силы, и ребенка направляют. И тут проблема в том, что дети реализуют амбиции зачастую не свои или не реализуют, увы, а пытаются реализовать амбиции нереализованной родителей. Человек может иметь вот некоторую такую гордость, ой, сейчас мой ребенок, он чего-то там добьется. Это очень, в принципе, правильный настрой, но без гордости. Мы любим своих детей и стараемся, чтобы они были самые лучшие. И это действительно мы соответствуем замыслу Божию, потому что и Господь, наш Небесный Отец, хочет, чтобы каждый из нас был самый лучший его ребенок. Про каждого. Каждого любит, каждый желает дать ему самое лучшее, самое большее достижение, вхождение в Царство Небесное. Мы, следуя за Христом, точно так же должны все свои поступки относительно детей думать о том, соблазнит это их, принесет какую-то страсть это в их душу или приблизит в Царство Небесное. Давайте вот прочтем грозные слова Христа, которые как-то не очень охота к себе применять, а порой полезны, пусть и не в самых каких-то страшных значениях. 18 глава, Евангелие от Матфея, 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Конечно, тут мыслиться какие-то страшные преступления против детей, но все-таки каждый стих Евангелия, как мы помним, он многозначен и многие глубины смыслов. И можно вот соблазнить, но просто, да, там ребенка подтолкнуть к какому-то самолюбованию, гордости. И тем более вот что касается конкурсов красоты, то тоже уже ребенок там гордится не тем, что он добился, а просто какой он сам по себе, какую Господь ему дал красоту. А потом, кстати, это очень болезненно бывает, когда ребеночек перестраивается, организм в подростковом возрасте, и вот то, что миловидно смотрелось на детском личике, уже в условиях там гормонов, которые там бурлят в подростковом организме, уже совсем это не так визуально и прекрасно. И многие дети тоже там ломаются. Поэтому самое опасное, это, конечно, вот эти конкурсы красоты. Однако и здесь, если ребенка воспитывать, как это некоторый труд, да, вот мы трудимся, мы стараемся Господу послужить, мы стараемся порадовать мир своей красотой, да, если не участвовать в каких-то двухсмысленных вещах, не допускать их, всегда ребенка воспитывать, да, что где-то все равно как бы карьера в модельном бизнесе не пошла, что где-то надо говорить, нет, вот я в этом не участвую. Нет, ради такого предложения я все равно не пойду на какие-то компромиссы со своей совестью, то в принципе и в этом ничего страшного нет, потому что это точно такая же профессия брать и там показывать какую-то красоту одежды, которую демонстрируют уже взрослые люди, которые все-таки прошли тоже через какую-то подготовку, начиная в том числе с детского возраста. Это самый вот тонкий момент. Насчет уже шоу талантов, тут еще на самом деле, можно сказать, к этому спокойнее можно относиться. Если, опять же, воспитывать не с позиции, ты такой талантливый, ты должен всех победить, переступить, да, а если ребенка воспитывать и говорить, Господь тебе дал талант, читать с ним притчу о талантах, разбирать ее, говорить, и ты ответственен за этот талант, ты не должен закопать. Да, там вот ты умеешь хорошо петь, ты хорошо танцуешь, ты какой-нибудь акробатический фокус делаешь. Ну и в принципе, если шоу талант уже в самом широком смысле слова, включая и спортивные соревнования, и включая музыкальные конкурсы, конкурсы какой-то и современной музыки, и тем более классической музыки, которую душу нашу укрепляет своей вот красотой, своей, можно сказать, отделенностью от страстности современного мира. Если ребенок растет и трудится, то тут это никак не отличается от того, что мы берем из своего ребенка, стараемся, чтобы он преуспел, чтобы он выигрывал олимпиады по математике, по физике, по каким-то более серьезным, по научным предметам, по литературе. И тоже это хорошо. Главное, главное, конечно, чтобы в центре был Христос. Но для этого, почему мы этот стих прочитали? Ребенок сам не испортится. И не испортят его там окружающие какие-то руководители этих конкурсов. Его могут испортить в детском возрасте только сами родители. Если они его заразят гордостью, которая внутри есть, даже эта гордость, вот как бывает, коронавирус без симптома переносится, и человек, тем не менее, подышал на другого, у него нет симптомов, а другой взял, заболел, свалился. Так как у родителей эта гордость может быть бессимптомной, вроде скромной, тихий человек, никто не видит, она внутри бурлит. И ребенок там какой-то одаренный, в который вложены усилия, она в нем расцветет. И будет, конечно, его душу калечить, приведет к грехам различным и потере радости жизни. Поэтому здесь надо прежде всего, когда ты занимаешься своим ребенком и ведешь его к какому-то соревнованию детскому, прежде всего убрать свою гордость. Ну и, конечно, во-вторых, помнить, что ребенка важно не лишить детства, чтобы не погрузить его во взрослую жизнь, взрослый заработок, взрослый ритм раньше времени. А чтобы ему подольше оставаться, побыть ребенком, беззаботно, счастливо, потому что такого времени в его жизни больше не будет. А Господь нам говорил, будьте как дети, быть как дети хорошо.